Захоронение Ивана Желтовского Здание Госбанка на Неглинной неординарно спроектированное с классическим ордерным фасадом и стеклянным витражом на сетке металлического каркаса. Жилой дом на Моховой улице, который архитектор Щусев называл большим завоеванием современной архитектуры. Особняк Тарасова, повторяющий стиль палаца Тьени Андреа Палладио в Виченце и пропорции палаца Дожий в Венеции. Все это здание выдающегося советского архитектора Ивана Желтовского. В 59 году скончался известнейший архитектор Иван Желтовский. Это значительная глыба в истории архитектуры. Именно благодаря Желтовскому революционные годы в России сформировался такой стиль, как неоренессанс и неоклассицизм. И именно благодаря школе Ивана Желтовского в сталинское время был развит так называемый сталинский ампир. Архитектура помпезного классицизма, которая у нас формировалась в 30-е, 50-е годы. Захоронение великого архитектора находится на Новодевичьем кладбище. В 2016 году оно было отреставрировано. Памятник был спроектирован самим архитектором, самим Иваном Желтовским. Изначально он предполагался для надгробия Неждановой. После смерти Желтовского этот проект был доработан его коллегами и установлен на Новодевичьем кладбище, где как раз мы сейчас и находимся на первом участке. Желтовский был основоположником школы классицизма. Если мы посмотрим на этот памятник, то мы видим все элементы, взятые из классического наследия. Мы увидим различные валюты от ионической колонны. Мы видим такую вот рюмочную подставку, которая также зародилась в античной архитектуре, использовалась даже в скульптуре классицизма. Саму вот эту вот широкую форму можно связать и как с какими-то античными вазонами, или также с погребальными урнами, которые прослеживались во всей архитектуре и малых форм античного наследия.